Здравствуйте! С вами Марина Романюк и сейчас мы подведем итоги уходящей недели. Смотрите в выпуске. Что мешает Дегилевской ТЭЦ изолировать теплосеть? Уже несколько лет оголенная тепловая труба смешает местных жителей. Их обращения с призывами закрыть участок теплоизоляции остаются без ответа. Герман Гущин расскажет подробнее. Что мне снег, что мне зной? Укладка асфальта поверх снега вызывает недоумение и массу вопросов, ответить на которые попыталась Анна Герцовская. Раскудрявый клён зелёный и лист резной. К юбилею автора известнейшей военной песни «Смуглянка» рязанца Анатолия Новикова в библиотеке Горького презентовали документальный фильм о композиторе, а посмотрел его Валерий Сергеев. На дворе практически Новый год. А в Рязани уже по какой-то странной традиции продолжаются дорожные работы. Около жилых домов на улице Станка-Заводской положен новый асфальт. Однако работы ещё нельзя назвать завершёнными. Как пояснил прораб, вероятнее всего их окончание возможно только в январе. Что мне снег, что мне зной? Это девиз работников по ремонту дорог. Они кладут асфальт прямо на снег. Очевидно, нарушает технологический процесс. На улице Станка-Заводской прошедшая накануне метель оставила после себя не только мокрый снег, но и новенький асфальт в перемешку. Местные жители наблюдали его укладку накануне. И не иначе, как издевательством действия дорожников не называют. Ну шёл снег, был мокрый, влажный. Клали асфальт. Было уже темно, но понятно, что снег уже лежит. Снег шёл. И, по-моему, были удивлены не только я одна, но и люди, которые тоже стояли и смотрели. В рекомендациях Росавтодора не так давно появился пункт о том, что асфальт можно укладывать при температуре окружающей среды до минус 10 градусов, если только не идут обильные осадки свыше 5 миллиметров. То есть, если очень хочется, то можно. Вот только по данным Гидрометцентра России этот самый порог осадков 16 декабря был превышен. Ответить на интересующие нас вопросы о соблюдении стандартов укладки дорожного покрытия решил прораб, которого мы застали на месте. Площадка была вся накрыта геотекстилем и постепенно открывали и кложили асфальт. Так что с щебёнкой и с основанием ничего не происходило. Альберт пошёл нам навстречу и предложил осмотреть всю территорию, на которой ведутся работы. Он ответил на вопросы о недочётах. К примеру, наше внимание привлёк люк, густо закатанный в асфальт. Вот он, в полном доступе люк. Вы считаете, в полном доступе люк? Конечно. Ну попробуйте его открыть. Сейчас пересую инструмент и открою. А, ну обычно как бы люки открывают не так, а просто поддевают. Это вы сейчас, получается, разрушаете асфальт, который рядом, новый. Правильно? Не разрушаю, а пытаюсь зацепиться. Рычаг. Придут специальные люди, откроют. Интересное решение можно встретить, подходя к подъезду. Сначала жильцы могут пройти по асфальту, затем он плавно переходит в снег и щебёнку. И всё-таки остаётся загадкой, почему же асфальт не был положен прямо до двери подъезда. По словам прораба, ответственная за все недочёты компания подрядчик называется «Имидж строй». И все недочёты, которые сейчас бросаются в глаза, будут рано или поздно устранены. Наша граница асфальта, вот здесь заканчивается бордюр, то есть и вот эта часть отрежет. Берётся это вот то, что осталось. Около подъездов там дырки были. Мы их сейчас залатали, чтобы люди нормально ходили, а весной полностью от подъезда до дороги будет асфальтироваться. Но это в смете, по-моему, не было вообще, то есть запланировано не было. И как бы уже в процессе, когда договорились, уже поздно будет. Жильцы, наблюдавшие за проделанной работой, с одной стороны рады новому асфальту, но считают, что он может быть недолговечным. И весной сойдёт вместе со снегом. Я очень удивилась, потому что, видите, здесь тоже не новые дома, это коммунальные квартиры, старые, которые тоже, не знаем, будут ли их расселять. Непонятно, что ещё дальше будет с домом, ну, что, наверное, тратится, можно ли так положить. Ну, это я так подумала, а что уже думают органы, которые отвечают за это, я не знаю. Как говорят сами рабочие, они и рады были бы уложить асфальт в сухую погоду. Однако сроки начала работ от них не зависят. Мы им сказали делать, они и делают. Вот если заметить, то у нас не только здесь, а по всей России всё это всё время так происходит. Я считаю, что, во всяком случае, это больше от государства зависит, нежели от подрядчиков. Почему именно в зиму все эти работы намечаются, это, наверное, лучше у наших чиновников спрашивать, нежели у рабочих. Теперь в этом месте нужно ещё уложить плитку для экопарковки. Возможно, класть будут тоже в снег. И, как признался сам прораб, скорее всего, в этом году работы завершить не получится. В лучшем случае, в январе. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Недостоево на улице сельских строителей оголённая труба теплоцентрали уже очень давно беспокоит местных жителей. Они неоднократно писали заявление в Дягилевской ТЭЦ «Квадро», но ответы не получали. А между тем, вся потеря тепла, как они считают, отражается на коммунальных платежах. Ну, я не знаю, кому эта труба принадлежит, кто хозяин её. Ну, это вообще акт безалаберности какой-то. Уже который год с наступлением зимы интимное неглиже вот этой тепловой трубы в микрорайоне Недостоева – главная тема обсуждения жителей всех близлежащих домов. Она попросту греет улицу, говорят недостоевцы. Причём, за наш счёт. Эта труба давно построена, это ещё с советских времён. Но она была в нормальном состоянии. А потом, я не знаю, собственник, кто-то сменился, не сменился. Вот, она со временем уже пришла в негодность. Изоляция вся, сами видите, вся сползла. Труба горячая. Теплоотдача идёт всё это, кверху. В общем, топится улица. Никто этой трубой не занимается, никто её не обследовал, никто её в порядок не приводил. О том, что теплоцентрали время от времени обнажаются, мы уже рассказывали. Год назад в похожей ситуации во всём обвинили вандалов. Тогда тепловики справились моментально. Просто пришли и намотали изоляцию заново. Но тогда и ремонтники были ответственные. До этой же обнажёнки со стажем дягилевским ремонтникам, видимо, дела нет. А ведь осенью, во время урагана, здесь упало дерево, повредив оголённый участок, говорят местные. В таком состоянии труба, она долго не протянет, она или прожавеет, или придёт негодность. Где нет изоляции, чтобы тепло не уходило, на протяжении всей трубы идёт. На телефонные звонки нашей редакции в компании «Квадро», отвечающей за теплоцентраль, нам ответили спустя несколько часов, сославшись на совещание. Впрочем, и после его завершения ответа не последовало. Ваша труба на улице сельских строителей, в Недостоево, получается, она находится без теплоизоляции. Местные жители жалуются, там возмущаются, что хотим получить комментарий от вас. Я вас слышала. Комментарий я давать не могу. Оголённые трубы зимой – серьёзная теплопотеря. Это аксиома. А значит, батареи в квартирах явно не той температуры, какая должна быть. Впрочем, платить местным жителям всё равно придётся по полной. Погода позволяет так манипулировать с отоплением. Но основные морозы ещё впереди. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В этом году 125 лет со дня рождения композитора Анатолия Новикова, уроженца города Скопина. Это крупнейший мастер советской массовой песни, автор музыки, любимых всеми «Смуглянки», «Эх, дороги», «Родина моя». Народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат двух сталинских премий. В память об Анатолии Новикове в библиотеке имени Горького показали документальный фильм, который так и называется «Дороги Анатолия Новикова». Это первые кадры документального фильма «Дороги Анатолия Новикова». С самого начала играет песня «Смуглянка», наверное, самая известная из всех его композиций. Для съёмок режиссёр картины вместе со съёмочной группой отправился в Скопин, на родину Анатолия Новикова. В фильме уникальные кадры из семейного архива композитора. Все эти видеофрагменты тщательно собирал и сортировал его правнук Григорий Петушков. Поэтому фильм полон эксклюзивных кадров. Как мы создавали это кино? Да с радостью. Вот на самом деле, знаете, есть фильмы, которые создаются на сопротивлении. Вот всё против, да, вот материала мало, и то, и всё, и пятый, десятый. Здесь от первой секунды съёмки до последней секунды монтажа была любовь, потому что мы все любим эти песни. Мы все ими восхищаемся, мы все на них выросли. Русско-лирическая военная песня – событие уникальное, считает один из участников фильма, писатель Захар Прилепин. Такого явления не было ни у союзников, ни у врагов. Это те самые слова, которые можно, например, затянуть на привале, говорит писатель. Они полны жизни и энергии. В Рязань фильм привезли неспроста. Режиссёр Павел Селин читает, что образ композитора Анатолия Новикова неотделим от родного города. Поэтому рязанцы и не сводят глаз с экрана, завороженно следя за непростой судьбой своего героя. Массовый зритель же может посмотреть документальное кино на телеканале «Культура» или в сети интернет. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 17 декабря свой полувековой юбилей отмечает Рязанский государственный цирк. Сегодня Рязанский цирк по праву один из лидеров организации детского досуга и отдыха пользуется заслуженной любовью у детей и их родителей. Занимает достойное место в системе современной культурной сферы. Точка отчёта новой рязанской цирковой истории принята считать 1971 год. Именно тогда, 50 лет назад, появилось то самое здание, которое помнит с детства, наверное, каждый рязанец. Новую цирк возвели буквально за два года. Мэтр журналистики и сегодня помнит, как всё начиналось. Остальная работа была оркестра. Мы играли без микрофонов, вот своим звуком. Сидели там вот на галёрке, в самом верху. То есть от нас зависело. То оркестр не слышал, там всё это урегулирование, всё шло. Репетиция этих, программа была. И этот вот ажиотаж этот, он надолго останется в памяти. Он такую школу давал нам, огромную, профессиональную. За полувековую историю на арене Рязанского цирка блистали знаменитые и любимые всеми артисты. Карандаш, Юрий Дуров, Маргарита Назарова, братья Запашные, Ирина Бугримова и другие звёзды Манежа. У журналистов той поры до сих пор хранятся памятные сердцу артефакты. Здесь впервые вышел на арену самый юный в мире клоун, я о нём писала, из казахского цирка Маратик. Но, к сожалению, он, карьеру он почему-то не стал делать цирковую. Вот сейчас я о нём не слышала. Вот у меня удивительный блокнот. Здесь оставили своим автографы артисты цирка. Тихоновы, Андрей Кузнецов. Аншлаг – главная награда для артистов, для бывших и нынешних звёзд цирка. Дети, конечно, первостепенные ценители, от них, как правило, восхищение больше всего. Но именно дети со временем превращаются в главных продолжателей зрительских традиций. Восприятие зрителей добавляло нам каких-то таких впечатлений самих для себя, что действительно, когда мы нравимся, мы с любовью относимся и к зрителю. Когда работаешь в воздух, я крутила хула-хупы в воздухе, и когда летаешь над манежем цирка и видишь лица, кто-то улыбается, а кто-то с такими круглыми глазами. Ой, неужели так можно? А можно? Предновогодняя программа современного цирка будет насыщенной. 18 декабря здесь покажут благотворительное выступление, а 25-го прямо в фойе развернётся настоящая рождественская сказка с фокусниками, мастер-классами и конкурсами для детей. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Горг». Наша телекомпания поздравляет цирк с полувековым юбилеем. Пожелаем интересных программ и благодарных зрителей. А теперь вернёмся к новостям недели. В Театре кукол состоялось подведение спортивных итогов 2021 года. Лучших спортсменов награждали благодарственными письмами и памятными знаками, а также подводили итоги спортивных успехов нашего региона. Для рязанских спортсменов этот год был богат на победы в самых различных видах спорта. Цифры внушительные. 2021-й принёс нашим больше полутора тысяч медалей. И этот результат – прямая заслуга спортивных школ региона. Полноценной подготовкой чемпионам занимаются два центра спортподготовки. 13 дюж, 33 спортшколы и 11 школ Олимпийского резерва. Я хочу всех вас поздравить с этим замечательным днём. Днём, когда мы подводим итоги нашего года, наших достижений. И также строим планы на будущее. Во многом от нас зависит, какой дорогой пойдут наши дети, юноши. Потому что спорт не в малой мере именно формирует правильные привычки, ограждает от различных, ну так скажем, вредных вещей. На сцене Театра кукол награждали лучших из лучших спортсменов, которые в этом году внесли значительный вклад в развитие спорта. В их числе Гребец Кирилл Буцких, директор спортшколы «Золотые купола» Юрий Храмов, тренер спортивной школы Олимпийского резерва «Академия единоборств», Татьяна Горшкова и многие другие. С Федеральным министерством спорта Рязань взаимодействует в том числе инфраструктурно. В следующем году намечено возведение сразу трёх фоков в Скопинском, Милославском и Сараевском районах. Сейчас губернатором Рязанской области Николаю Викторовичу Любиму поставлена задача перед органами исполнительной и законодательной власти о том, чтобы приложить все усилия для дальнейшего повышения уровня жизни рязанцев. И делается для этого много. Вы победили на серьёзных соревнованиях, международных, российских соревнованиях. Надо сказать, что главной победой, которую одержали вы, это победа над собой. В этот день сразу 10 спортивных функционеров получили знак губернатора Рязанской области за усердие, а спортсменам достались памятные подарки и призы. В Рязани прошли региональные соревнования по автомногоборью среди ребят в возрасте от 16 до 17 лет. Юноши и девушки приняли участие в нескольких этапах конкурса. Показали свои теоретические знания правил дорожного движения, умение чинить автомобиль и выполняли трюки фигурного вождения. Команда победителей конкурса в следующем году представит нашу область на всероссийских соревнованиях по автомногоборью. За рулём автомобиля Ирина Егорушкина, ученица детско-юношеской автошколы. Девушка волнуется. За рулём сидела мало, а тут нужно выполнить и фигурное вождение, и змейку, а затем ещё и в гараж заехать. Когда начинаешь движение, нужно подъехать, забрать кольцо, положить его в машину, потом сделать круг, передом его проехать, и проехать его задом. Потом, когда ты его проезжаешь, возвращаешься обратно, вешаешь кольцо, едешь, делаешь параллельную парковку, потом в колею, обратно задом выезжаешь, парковку делаешь задним ходом, выезжаешь из парковки задним ходом и делаешь змейку вперёд и назад. И всё. Юношеский конкурс по автомногоборью проводят больше 10 лет. Однако для Рязани он в новинку. Пять областных команд всем ребятам 16-17 лет. Ребята старались сегодня и работали на отлично. Я, честно скажу, ими доволен, наблюдаясь со стороны. Не могу сказать, что отметить кто-то лучше, кто-то хуже. Все они молодцы, умники вообще. Если они будут таким профессиональным, будут часто участвовать в таких конкурсах, то я думаю, что кто-то их когда-то где-то заметит. Они могут добиться большой карьеры и хорошей работы. Все задания необходимо сделать быстро и максимально точно. Ребята признаются, самый трудный, но и при этом самый интересный этап – фигурное вождение. Практика дела не ограничилась. Теория правил дорожного движения им тоже пригодилась. Именно эти водители будут настоящими профессионалами, потому что, получив вот такое грамотное обучение, хорошо зная правила дорожного движения, не делая ни одной ошибки и выполняя их буквально в считанные минуты, даже иногда идет на секунды соревновательный этап, эти дети действительно становятся водителями-профессионалами. И будем надеяться, что они не только сами будут хорошо водить, но и будут, скажем так, помощниками госавтоинспекции и других тоже призывать к тому, чтобы все соблюдали требования правил дорожного движения. Заветное водительское удостоверение ребята получат в 17 лет, сразу после своего дня рождения. А пока их ждет куда более важный экзамен. Через 8 месяцев команда-победитель из автотранспортного техникума будет представлять Рязань на всероссийских соревнованиях. Валерий Седов, Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани пройдет первый областной фестиваль закаливания и зимнего плавания «Энергия холода-2021». Дата мероприятия – суббота, 18 декабря. Организовано оно Минспортом Рязанской области, Рязанской региональной федерации закаливания и зимнего плавания. Сегодня на улице всего минус один, а к субботе температура станет еще ниже. Но для закалки ничего необычного, говорят любители зимнего плавания. Они еще шутят, что в воде не мерзнут, а наоборот, греются. При этом сама вода пусть и с плюсом, но отметка столбика термометра замирает всего лишь на 0,7 градусов. 18 декабря около этой самой проруби на стадионе ЦСКА соберутся целых три команды таких пловцов из трех регионов России. Здесь пройдет первый областной фестиваль закаливания и зимнего плавания. Вот для чего это вообще производится, этот фестиваль проводится? Для того, чтобы люди могли оценить пользу закаливания. Каждая мастер-площадка, мастер-класса, она представляет собой отдельный вид закаливания. В комплексе это единая система закаливания, то есть объединяющая все эти способы закаливания. И это позволяет, скажем, в отсутствии ледяной воды можно использовать какой-то другой вид закаливания. И постоянно находиться в системе тренировок, постоянно тренировать свой иммунитет. Таких площадок мастер-классов будет шесть. Каждую проведет, так сказать, морж-профессионал. Расскажет и про обливания, и закалбек, а также почему полезно чередование термопроцедур. Будут и показательные выступления, такие как эстафетный заплыв и марафонское плавание на 300 метров. Две дорожки натягиваются на нашей акватории. То есть поплавки обозначают край рабочей зоны плавания. Соответственно, используют все виды плавания. Бутерфляй, брас и кроль. Но кроль, как мы знаем, самый такой активный и скоростной вид плавания. И чтобы не наскочить на бортик, на поплавковую дорожку, у нас стоит маркер. Всего выступят 35 человек разных возрастов. Самому старшему 73 года, младшему 5. Дошкольники, кстати, представят зрителям отдельную показательную программу. При этом самих зрителей к плаванию в холодной воде не допустят. Погружаться нужно подготовленным, говорят любители зимнего плавания. Какую бы пользу для иммунитета не несло закаливание. А именно правильному закаливанию и научат на фестивале закаливания и зимнего плавания, которое пройдет в субботу с 10 утра на стадионе ЦСКА. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания. Город. Александр Матрешин – выпускник в ГИК. Поэтому и живопись его будто погружения в атмосферу художественного фильма. Москва 19 века с шумными площадями, мастеровыми на Кузнецком мосту и купеческим бытом на его полотнах оживает. Персональная выставка известнейшего жанрового художника страны открылась в Рязани. Александр Матрешин – яркий представитель школы Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. Он художник, педагог, доцент, заведующий кафедрой рисунка и живописи художественного факультета. И это прослеживается в его творчестве очень явно. Он изучает, он любит эпоху. Это эпоха конец 19 века. Чтобы понятно сказать, это эпоха Фондорина, кто читал романа Акунина. Настолько убедительно он это представляет. Тем более мы знаем его, что он все это изучает скорпулезно. Каждую улицу, вплоть до дома. Каждый костюм приказчика, извозчика, городового. Он все очень хорошо знает. И поэтому он является такой, как бы, коинтэссенцией художника ГИКа. Получив образование, Александр Валентинович некоторое время работал в книжной иллюстрации. Это тоже нашло отражение в его картинах. Но главную тему своего творчества художник находит в начале 90-х прошлого века. Он пристально изучает историю нашей столицы и отображает в своих картинах Москву конца 19 века. Профессионализм и глубокое знание материала делают картины художника особенно привлекательными. Их интересно разглядывать. Замечательные стихи Ленингова. Есть город с пыльными заставами, с большими золотыми головами, с особняками деревянными, с мастеровыми, вечно пьяными. И сколько близкого и милого, слава Харбат, дорога милого. Живопись его очень точно передает дух и настроение старой Москвы, ее быта и традиции. Перед нами встают образы Москвы ушедшей, Москвы уцелевшей и Москвы возрожденной. Следуя традициям классической школы живописи, художник одновременно использует все достижения в области современного изобразительного искусства. Являясь художником станковой живописи и отдавая предпочтение масляным краскам, Александр Валентинович нередко обращается к пастели, раскрывая все ее тонкие цветовые и колористические возможности. Оказавшись в стенах Рязанского художественного музея, в здании той эпохи, о которой само творчество Матрешина, его полотна оживают и зритель перемещается во времени. Чем не новогоднее волшебство? Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В 1945 году в Рязани обезвредили дерзкую беспощадную банду «Черная кошка». Преступники врывались в дома, вышибая двери, и отбирали у людей все то немногое, что сохранилось после долгой войны. Они убили заместителя начальника уголовного розыска, сотрудника органов госбезопасности. Планировали зачистить и других правоохранителей, которые могли бы их задержать, но бандитов остановили. Дело долгое время было засекречено, но архивы ФСБ по Рязанской области приоткрыли двери для нашей телекомпании. Спецрепортаж о деле «Черной кошки» смотрите сразу после выпуска «Недели города». На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин